Приветствую всех друзей, вы на канале Шедрилл Плей, меня зовут Дмитрий, друзья, мы продолжаем с вами Ведьмака Третьего и мы прямо в гуще квеста Сердце Леса. Прям не терпится его продолжить, потому что довольно интересный квест и нам нужно выбрать сторону того или другого человека в этой деревне и уничтожить, либо принять законы Лешего, который убивает местных. Что мне сейчас надо сделать, подойдите к алтарю, либо используя Ведьмачье чутье, найти человека, отмеченного Лешим. То есть Леший отметил какого-то чувака и имеет бессмертие. Ладно, давайте заходить в дома, как мне интересно заметить, кто-то свистит тут. А, это уже выход. Отметку как найти нам? По каким? Чертам. Куда смотреть вообще? Где отметка будет? Ладно, давайте по порядку, ко всем подряд. Круг у нас небольшой. Старушка, это не ты, что ли? А, нет, это дверь. Я чуть тебя не пометил. Еще одна какая-то старушка. Да я тебя не очаровываю, просто воду хочу взять. А это кто? А это какой-то мальчик перепуганный. О! Что и толкается. Что, тебя грабить нельзя, что ли? О, отличный гром нашли, кстати. Чего-чего, здесь я не ожидала его найти. Опять же, спиртное нужно. Так, тут никого. И тут никого. Старейшины-то не вы помечены. О, нашли. Лиша выбрал эту девушку. Зараза. Какую? Я думал, чувака найти надо. Хильда, ты что ли? Оно, у нее имя есть. Сейчас узнаем. И что мне делать? Поговорить со Сфеном о Хильде. А как метка? Ну, просто, в принципе, ведьмак и сам понял. Без всякой метки. Он же ведьмак. А я думал, какие-то рога могут быть. Ладно. Сфен, кто к тебе Хильда? Кем она тебе приходится? Ну, нашел уже, кто помогает чудовищу. Какая-то Хильда. Отмеченный сам не знает, что помогает ему. Он делает это ненамеренно. Мы с нашими старейшинами не сегодня познакомились. Каждый из них родную мать продаст. Лишь бы чудищу понравиться. А вообще, нечего языком трепать. Ты сам сказал. Сперва надо убить дружка чудища. Да, ну это ж Хильда. Это ж на нас не виновата-то. Давайте попробуем выиграть. А что, другой варианта нет, что ли? Вылечить никак, нет? Убивать не будем. Она-то тут при чем? Никого не нужно убивать. Достаточно, чтобы меченый покинул деревню. Если он никогда не вернется, леший не возродится. Слышали, что сказал ведьмак? Нужно изгнать старейшин. И будет у нас мир на все времена. Это не старейшины. Это не старейшины. Тогда кто? Девушка, с которой ты говорил. Надо изгнать ее. Ты сам сказал. Но она же наша. Свен, ради блага деревни. Наших нельзя. Прогоняйте ее. И хорошенько ей разъясните, что она не сможет сюда вернуться. Никогда. Ты не пойдешь за ней? Я думал, она важна для тебя. Не суй свой нос в чужие дела. Я сделал то, что должен был. Теперь твоя очередь. Ну, понятно. Уничтожить тотемы лешего 0.3. Либо пойти к алтарю и... Попытаться лешего, да? Доказать, что я годен. Но это значит пойти по пути монстра. Я буду его убивать, наверное. Меченую мы изгнали. Теперь он... Уязвим леший. Не пойду я по его стопам, потому что как бы неправильно. Он людей тут убил кучу, а я буду его... ритуал проходить. Пойду сломаю тотемы. Мне это больше нравится. Тем более с лешим мы уже сражались. Довольно опасный тип. Посмотрим. Осилим ли мы его нет? Прежде чем его искать, надо уничтожить все тотемы. Сейчас сделаем. Проходить испытания с одним ножом и убивать там кого-то там. чтобы доказать, что леший ездишь. Ну, в общем, не хочу. Это путь монстров. Мы против них. Тотем нашел. Может, ты достанешь чего-нибудь? Что это был за звук? Не знаю. Идем к следующему тотему. К этой пещере. Поменяй оружие. О, тут охраняют волки. И непростые. Блин, я обездвижен. О, тут охраняют волки. Так, давай их шлепнуем. Малиновый сок. Он конкретно защищает. Давай. Блин, да что ты меч все время прячешь? Не пойму нифига. И дальше кулаками сражается. Сломали второй. Главное, на алтарь сейчас не попасть случайно. Сейчас на алтарь еще зайду. О, там кто-то есть. Тоже волки, да? Давай так. Корни какие-то. Еще их три. Давай, мочи. Не подходите ко мне, ублюдки. Отлично. Последний тотем остался. Окей. Все, игра сохранена. Отыскать лешего, идя на звук с помощью ведьмачьего чутья. Нам не туда. Нам сюда. Нам алтарь что-то активный. Но переключать не буду. Иду. Сейчас будет бой с волками и воронами. Мы уже его когда-то проводили этот бой. Вороны пошли. Волки. Ну и сам леший. Серьезный парень. Волки двадцатого уровня. А, волки не появляются. Они ж, они ж... И он невидимый, да? Квен. Квен. Давай. Жги, урода. Сейчас. Внимание, волки. Защиту давай. Где зараза эта ходит? А вот она. Урода, исчез. Что, он невидимый что ли? Ну да, он какое-то время невидимый. Здесь это да. Куда он делся? Тварь, гори, говорю. Я тут что-то выпил, но меня не лечит ни хрена. Вот только пошло. Там, видимо, пауза какая-то. Срабатывает. Ты будешь есть, нет? Угу. Я же пытаюсь лечиться, подальше держаться. Эта тварь блокирует лиц целебные заклинания. Сразу же отбивает. Едим. Где тут скотина? Чего лечиться не могу? Так долго еще. Забрать трофей. Убили все. Сгорел. Хе-хе-хе. Все, трофей наш. Хоть он превратился в корни, но мы все равно что-то вырежем. Отлично. И плотва появилась. Получить от Сфена награду. Ну да, мы, конечно, пошли против леса. Теперь защиты у деревни нет. И как бы теперь они не будут столь сильными. Могут появиться другие проблемы. Как бы тоже мы пошли, собственно, против деревни, против ее жителей. Или будут рождаться теперь не сильные воины, как они говорили. Сейчас у них только сильные дети рождались. А теперь будут рождаться, наверное, и больные. Ну а что делать? Эта тварь бы не остановилась. Она рано или поздно бы опять бы начала бы просить жертвоприношения. Даже не просить, а требовать. Поэтому мы решили от него избавиться. Пусть деревня пытается жить без всяких покровителей. Правильно? Правильно. Серьезно, меня отмотузили. Самое веселое, что лечиться нельзя. Он ласточку мой блокировал. Отличная которая. На тот, с кем мы сражались раньше, был намного, конечно, пострашнее, чем этот. Я его тогда еле убил. Там еще вороны были какие-то. Волки намного мощнее были. Но и уровнем был пониже, и одежда у меня была никакая. Но все же. Но все же повозились мы с ним, конечно, да. В свое время долгим. Так, тут все плачут, что там... Что-то мы тут уже натворили. Какого-то убили. Просто взяли и убили. Я знаю. А, этого убили. Шамана, который мне говорил ритуал пройти. Но так бы Свена убили, да? Ха-ха-ха, глядите-ка. Я говорил, что ведьмак справится. Что здесь случилось? Ты избавился от чудища. А мы от его союзников. Понятно. Не бойся. Уговор дороже денег. Ты свою плату заработал. Ты убийца. Ничего не изменилось. Лешего нет, а деревню по-прежнему держит в кулаке убийца. Твоя работа сделана, ведьмак. Ты выполнил свою часть договора. Я свою. Думаешь, вся деревня пойдет за тобой? Люди охолонут и уразумеют, что надо было покарать виновных. Слышите? В моей деревне не будет править страх. Больше не будет убийств. Идите по домам. А ты, ведьмак, двигай лучше своей дорогой. Чудовищ тут больше нет. Вот так вот. Ну, хотя бы помечено, я надеюсь, мы спасли. Сапоги-убийцы. Подарили мне за это. Сердце леса дополнено, сердце леса выполнено. А пошел бы я по стороне этого, вот этого вот шамана, тогда бы Свена убили, наверное, вообще всех. Ну ладно, не знаю. В любом случае, этот двухсторонний квест. И тут, как бы ты ни поступил, у нас такое было, когда мы детей спасали на болоте. Кто-то, да, в любом случае, должен погибнуть. Ну, тем не менее, кузнец со мной работает. Ну, показывай, что у тебя там. Так, мне надо подчиниться, потому что он был... Не, давай сначала продам лишнее. Сапоги-убийцы, вот это броня, да, вот эта фигня. Ого, неплохая цена. Сапоги-убийцы. Сопротивление рубящим, колющим. Ладно, пусть остается. Починиться мне бы. Тут можно купить за триста урон серебром горный зуб. После прочтения остается в памяти. Ладно. Чай, ремесло, почини меня. Попутного ветра. Попутного. Быстрое перемещение здесь. Со Свеном поговорить нельзя. Но он, конечно, убийца. Так, это уже задание Йеннифер. У нас тут два знака вопроса. Предлагаю проверить. А потом уже будем тогда отсюда лететь. А куда мы будем лететь? У нас друид еще есть, который дал нам три задания, точно. Надо не забыть их выполнить. И найти меч все-таки. Тот, за которым мы идем уже в третью серию. Тихо. Чуть не разбился. И где же тут этот, этот квест? Внизу? А как-то спускаться. Ударение квеста, а вот так. Человек в беде. Да вы что? Опять пираты. Я иду. Как я могу человека в беде оставить, скажите? Кто стреляет? Тебя первый убьем. А кто в него? Че он умер так быстро? А он, его выстрелил, его же, его же напарник, по-братиму убил, прикиньте. А, да идите сюда. Ой, 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 ой. Ну че, еще? Давай. Ну вот. И спасли человек. Все-таки немощный, мощный знак, особенно против групп людей. Все, клубнику съели все. Так, это оставим. Тем, кто сюда придет, масло, ключ от клетки. Можно взять, он стоит дорого. Козья шкурка. Торброд, не откажусь. Оленя шкурка. Оленя шкурка. Кровостой. Вот, ну че есть. Фу, блин, бутылку взял. Медвежья шкурка. Бутылка воды. Кровостой. Отлично. Кузнец. О, кузнец нам нужен. В данном случае, да. Только скажи, куда ты идешь. Спасибо, дружище. Знаешь, где ферлан? Да был там. Заглядывай в гости. Я тебе подарочек приготовлю. Фурлан, я помню где. Мы там недавно были. Спасибо, дружище. Но он пока туда дойдет, так мы уже с вами три квеста других выполним. Фурланд это там, где мы были только что, по-моему, да? Да, вот здесь же. Мы ему кузнеца еще одного вернули. Ладно, пока что, пока он занят, мы с вами можем, я не знаю, куда он. Тут два каких-то вот знака вопроса. Давайте, а потом в Фурлан заедем. И заберем то, что надо. Там, правда, трагедия теперь. Леший помер. Тот пока дойдет, как раз мы уже будем на месте. Вернемся и заберем подарок. Ну, подарок, правда, никогда не давали. Ну, просто, что кузнец будет один дополнительный. А это... Ой, стоять. А куда это будет ехать? Сюда. Через леса. Ну, далековато. А что это деревня? Даже не деревня, просто избушка. Как будто травник здесь должен жить. Посмотрим. Ну, что это я наткнулся. Опа. Ты останешься здесь подольше? А, мы, может, тебя спасали. Точно. Все, понятно. А, так это жена. Муж ушел, а теперь она одна. Теперь... Подождите, а что ребенок-то болеет? Ведьмаш сказала, что если... Я помогу. Ну, в смысле, он вернется к ней, то ребенок выздоровеет. Или он выздоравливает? Точно. Ты останешься здесь подольше? По идее, должен быть здоровым. Чего не поставили на ноги? Помните, это тот, который неверный ушел? От травницы. Странно. А это кто? А, это я вас уже освободил. А, это еще кто? Еще куда-то попал. Кого вы тут достаете? Ведьмак, научись доставать меч, а? Честно. Кулаками вмахать весело, конечно. Вооруженное нападение. Новый квест мы с вами подцепили. Постучать в дом, чтобы проверить, что случилось с обитателем. Во как. Слепую ехал и нашел квест. Письмо Лугаса. Пойдем. Так, Карнон. Нас обманул Ингвар, сын Уля Ульмара. Точно тебе говорю. Это он и тебя, в общем, облапошил. И меня. И чего ты на меня затаил обиду? Я клялся уж сотню раз, что мы поделим добычу из похода, как прежде. Поровно между всеми нами. А вышло так, что два сундука с украшением серебряной кинжалы, сколько это золотых, сейчас пропали. Чаш. Я выспросил все у людей из того рода, что были в походе, и все клялись кровью отцов и дедов, что не брали больше положенной им доли. Остается Инвар. И по делу мне не надо было брать на борт человека Анкрайта. Я ошибся, но мы все еще сможем исправить. Ты сможешь исправить. Ты сможешь исправить. Бери людей и отправляйся к Ингвару. Забери у него все, что нам причитается, да пребудет с тобой мое благословение. Лугас, прозванный Безумным. А тут все никак не поделят. В добычу. Можете выходить, они мертвы. Встретятся с Единой. Кто это? Разбойники Лугаса Безумного. А ты, добрый человек, кто будешь? Геральт из Риви, я ведьма. Спасибо, ты нам жизнь спас. Без тебя нам бы худо пришлось. Скоро Лугас поймет, что его люди не вернулись. Что будете делать? Об этом не волнуйся. Сейчас я пошлю сына в Каэр Трольде. Наш ярло этого так не оставит. Ты лучше о себе подумай. А то если Лугас узнает, он тебе не простит. Я о себе позабочусь. Удачи вам. Удачи вам. Что ты кричишь там? Я тебя жизнь спас вообще-то. Возьму едой. Могу сапогами. Ещё что-нибудь? Еда есть вообще? Вареник один. Ладно. Плохо выглядите. Зайдите-ка в кочму. Хоть мёда выпить. Эта жизнь такая. Так, отлично. Так, куда мы там ехали? На знак вопроса мы ехали. И что, доехали? А, знаки вопроса. Нет, не доехали. Подождите. Здесь же было два знака вопроса. Или я на нём? Не знаю. Там ещё какой-то торговец. Пошли посмотрим, что это за торговец. Ещё здесь знаки вопроса. Или это он и был? Что-то он и был. Где торговец? Я уже проехал. Вот он. Ну, это торговец-путешественник. В принципе, с ним-то знакомо. Наверное. Да. А ты не купишь у меня фигни всякой? Мечи, например. Так, сёдла есть. Карты мы уже закупили. Масло всякое. Так, заберёт эти сапоги. И у меня сейчас меч. Точно. С Багдли. Бывай. Бывай. Эй, взгляни-ка сюда. Да только что смотрел. Тут всё ясно. Вот тут ещё что-то. И тут, ну, тут гора. Тут обходить надо. Деревня Блондары. И друид недалеко. Ладно. Ферлунт, кстати, тоже по дороге. Ну, давай сюда. Раз уж я тут. Труп какой-то. Спрятанная сокровь. Чё-то литажь, чё-то такое, лохматый. А, медведя убили. А кто это его? Так. Ладно, трубку возьму. Письмо. Янная, когда я пишу эти слова, тебе шесть лет. Мне тридцать. А я в рассвете сил, но знаю, что я уже никогда не научу тебя стрелять из лука, ездить верхом, заботиться о мече. Никогда не возьму тебя с собой, ни в поход, ни на охот. В последнем походе меня ранило в бедро. Всего лишь царапина. Я должен был оправиться через пару дней, но что-то попало в кровь. Рана гноится и смердит. Я теряю чувство, друиды говорят, мне уже ничто не поможет, а если отнимут ногу, я всё равно умру от потери крови. Так что я готовлюсь к смерти. Тебя ждут трудные годы. В нашей семье много врагов. Я защищал вас от них, но теперь вы останетесь одни. Может, кто-нибудь вам поможет, а может и нет. Потому часть наших богатств я велел спрятать в доме у старого ули под полом. Теперь у вас никто их не отнимет и не украдёт. А ты заберёшь ценные вещи, когда станешь взрослым. Я попросил твою мать, чтобы она отдала тебе это письмо, когда тебе пойдёт восемнадцатая весна. Сын, возьми это серебро, купи себе на него лучший меч, доспехи коня, отправляйся на континент грабить. Отмсти людям, которые после моей смерти тебя обидят. Пусть я буду гордиться тобой. Я никогда тебе этого не говорил, но всегда чувствовал, я люблю тебя, Яны. Надеюсь, когда-нибудь мы встретимся в пиржественном зале, в вечно зелёных садах, где ты расскажешь мне о своей жизни, жизни, которую я не видел. Благословлю тебя, сын. Понятно. Наследство. Новое задание. Найти сокровище, используя ведьмачье чутьё. Ключ у меня уже есть. Это не то. Нашёл. Нет, не то. Да, да. Где-то под полом. Возле сгоревшей хижины. Нашёл. Так, кровавый меч, кавалерийские перчатки и пара серебра. Отлично. Тут, наверное, битва с медведем должна была быть. Но чё-то медведь мёртвый. А, тут они встретились. Хотя, может и не быть. Это этот сражался, наверное, здесь направо и налево. Размахивал клинком. Так, давайте, наверное, активируем квест, который нам нужен. Дополнительные задания. Управление высшей алхимии. Вот это мне надо сделать. Они, кстати, тут могут быть недалеко. Это для друида, чтобы с ним сыграть потом гвинт. А ну-ка. Ну как недалеко. Одну мы уже практически проехали. Ну, поехали. Найдём друида в соседней деревне. Тащи, тут грибы хорошие. Причём, у меня три задания надо выполнить разного рода. Одно находится в развалинах какой-то там крепости. Ладно, сейчас разберёмся. Мы уже на месте. У меня где-то должен быть друид. Отдохни. Так, я прибыл. Кто из вас друид? Не должен ты за нас шею подставлять. Ты Фритев? Верно. А тебя, ведьма, как зовут? Как зовут? Приблуда, чужак, мутант. А бывает и по имени. Геральт из Риви. Ха! Человек, способный посмеяться над собой. Мне это нравится. Так что же я могу для тебя сделать, Геральт? Грэмист призывает тебя к себе. Он хочет, чтобы ты провёл с ним какой-то ритуал. Ритуал? Такое, что превратит его из пакостного козла обратно в человека? Я бы съездил к нему, хотя бы по старой памяти. Но у меня сейчас полно забот. Оглянись. Видишь, как высохла эта земля. Здесь не было дождя несколько недель. Дрова на пастбищах увядает. Овцы падают от голода. Я должен привезти сюда дождь. Но боюсь, что... Подожди, подожди. А ты мне не поможешь? С поливалкой побегать могу. У меня много способностей, но вот погоду менять я не умею. А здесь нужен другой дар. Рубить мечом. Видишь ли, мать природа не любит, когда что-то отнимают у неё силы. Значит, нужно будет защищаться. И защищаться так упорно, что, пожалуй, мне пригодится защитник. Так что скажешь? Но у меня нет выбора. Если ты потом поедешь к Гремисту, тогда да, я помогу. Договорились. А теперь давай за мной. Самое время для небольшой бури. Упражнение высшей алхимии. Высшая алхимия, найти в лесу цветок. Подожди, что делать? Дойти с друидом к месту проведения ритуала. Пошли. Это корабль хочешь наняться? Приносишь в жертву животных? Лучше принести в жертву пару кос овец, чем сжигать людей на кострах, как на большой земле. Сейчас призраки какие-то нападут, да? Болгу. Даже я себе такую не позволяю. Че надо делать? Защищать друида? Чтобы он... А волк это чей? Это его. Понял. Ой, туманники. Мои любимцы. Бей. Где еще один? Моторат. О! Это его копия. Еще один. Ничего себе квест. Волк, иди сюда. Урод. Давай. Убьют. Убьют, говорю. Мы-то его убили, конечно. Подожди, дай меня защиту. Еще один. Патрат. Подлая. Волк, ты будешь его кусать, нет? Что еще будет? Зараза, много их. О, нет, еще двое. Трое. Трое. Давай, жди, 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 жди. Огонь они не любят. Защиту. Отлично. О, еее, приятно. Приятно, да, приятно. Спасибо. Я пью, как могу. Что, опять? Что, все? Ух. Волк, конечно, помог немножко. Гроза, мать ее. Какая славная гроза у меня давно не получалась. Ты видел эти капли? Крупные, как горох. Я что-то отвлекся на туманников. Они тоже получились вполне породистые. Да, к сожалению. Они всегда такими выходят. Может, это и к лучшему. К лучшему? Почему? Если перемена погоды не была бы связана с таким риском, мне бы давно оторвали голову. Одни бы хотели дождя, другие — солнце. Одни бы требовали шторма, а другие — море гладкого, как лист стекла. А так люди приходят только когда им действительно нужна помощь, а не когда им только чудится. Понимаю, мне тоже иногда не хочется бегать за накером или утопцем. Теперь ты поедешь к Гремисту? А как же? После такой работы я с удовольствием немного... С удовольствием помогу ему в ритуале. До свидания. Волка оставь, мне понравилось. Чего у меня питомца нет? Мне бы питомец пригодился. Это кто ко мне несется. Кто это такой? Кто-то бежит. Ты кто? Да хранит тебя Фрейнер. А, понятно. Нормально набили мутантов, туманников. Я сколько давно уже не убивал. Языков сколько набили-то их. Так, годится. Одно задание сделали из... Трех, да? Одно здесь недалеко. В принципе, будем ехать по дороге. Все сюда заедем. Да вот сюда ближе. А третье еще дальше. Ну, поехали что-то. Что, ничего не поделаешь, надо делать. А, подожди, я помедитирую часик. Все заклинания закончились. Вернее, бутылки мои все закончились. Отличная ласточка мы. Все, всем пока. Удачного дождя. С грозой. Тут, правда, такая погода, как будто не засушливая. Жалуется, что у них дождя давно не было. Страть, спрятанное сокровище. А, ну да, я же сюда и бежал. Собственно, я его и нашел. Опять какой-то квест. Потому что сундук так и ломится от серебра и прочих ценностей. У меня аж в спине хрустнуло, когда я его на телегу поднимал. Если все пойдет хорошо, то к заходу солнца я буду уже дома. Надо будет богине жертву принести запер. Слежать задание. Где Антон у нас? Внизу, небось. Найти сундук, используя ведьмачье чутье. Там внизу много животных каких-то. Ну да, в воде. Ладно, пошли. Попробую обойти, конечно, это дело. Там их чересчур много. Золотая шкатулка, дьяволь. Задание выполнено. Так, давай их обойдем нафиг. А у меня квест нет. А кто это такой? А кто это сияющий такой? А что это реально такое? Слизь какая-то? А, медведь. Медведь белый. Спит что ли? Храпит даже. Ладно, не буду его убивать. Пусть спит. Опс. Немножко не успел, ну ладно. Хотел тихо уйти, медведь. Хотел по-доброму. Ого. Ну да, сам начал первый. Дина чудовища. Здоровенный, блин. Плотва, дуй сюда. Нет, это мне не надо, мне нужна карта. Блин, карта. С этой стороны теперь надо обойти. И задание опять у меня сбросилось, зараза. Нет. Алхимия мне нужна. Подождите, а скачки смельчаков далеко? Я вообще не знаю, где они. Или я на них прям стою? Не знаю, где-то были скачки. А что они не отображаются даже? Скачки смельчаков. Во всех отборочных заездах. Наверное, не сезон? В дождь не проводятся? Не знаю. Ладно, давай высшую алхимию продолжим. Избранник богов. Спросите Ульдарика, где Керис. А кто? А это что за задание? 17 уровень. А, это на острый. Ульдарик. Да, это я там еще не бывал. Ладно. Давайте алхимию дальше. Добивать. Плотва, ты пришла? Пошли. Мне правда на другую сторону озера надо. Можно было переплыть, конечно. Еще один медведь спит. Но этого не буду тревожить. Че не на берегу спят? Опа. А, скачки здесь. Я нашел одни. Блин, нашел скачки. Это ж надо. Так тут и квест недалеко. Подожди. Скачки, никуда не уходите. Плотва. Держи их там. Судишь. Ого, задание. Так, сейчас буду бэнд бить. Снимаю, держи. Давай, давай, давай. Ах, блин, сбил. Человек в беде. Еще один. Блин, ого, удар. Так, какая скотина меня стреляет? Ты. Да тут без ласточки не прожить. Опять попал. Вот. А, вон, я вижу эту крысу. Вижу, вижу тебя. Вон эта крыса пуляла. Еще один где-то стреляет. Сейчас я тебя найду. А, вон она пуляющая. Да, да, да. Привет. Эх, не перелезть. Да сколько вас тут. Друид какой-то, кстати. У меня за тобой ходить или что? Правник. Ну, у меня дел вообще-то полно. Скачки стынут. Ты тут живешь, что ли? Подожди, а что ты с клеткой вылез? Ты же в клетке должен был сидеть. А клетки-то и нет. Невидимая клетка, короче. А, вот твой дом. Ну, где подарок? Ладно. Останусь без подарка. Даже возле дома не хочет мне дарить ничем. Ну, хоть алкогест нашел. Тут я перебил кучу их. Это кто? Эй, взгляни, касян. Ты куда? Приветствую. А, это ты же пришел. Покажи мне. Спустя 10 лет приперся все-таки. Забирай. Хотя нет, тебе я ничего не продавал. Это другой, но похожий. Так, хорошие пару мечей. Ну, кроме кровавы, давай его продадим. Мы его не продадим. Ну и ладно. Бывай. Бывай. Все, я тут порешал. Со всеми пошли скачки, скачки, скачки. Нашел квест. С кем тут? Кто распорядитель? Ты? Лысый. Место пустословия. Помолись, боги. За скачками все, как слово делаю, чтобы она дала. Хорошо, что ты здесь. Давай. Там для скачек не хватает одного человека. Не хочешь поучаствовать? Я тот самый, давай. Конечно, хочу. Тогда давай в седло. Люди, у нас есть третий. Ура. Вместе с Лысым Сигги и Эдгером Абаком поедет Геральт из Иви. Ну, он уже бьет копытами. Вы готовы? Но. Скачку. Быстрее. Ну да, ребята, мощные. Хороши. Плотва. Держи марку. Это все, на что ты способен? Кто это? Ты быстрее не можешь? Да могу. Носил немного. Полисат открыли. Я не успеваю смотреть просто. Что-то там еще смеяться успевает-то. Так, у нас проблемы. О, мы тут были. О, мы тут были. Тут трагедия была. Все, я восполнил здоровье, поэтому энергия, вернее, лошади. Теперь, теперь уже все, нас не остановишь. Шверсаль. Не торопись. Слушайте, люди. Выиграл Геральт из Ривии. Ты покрыл себя славой, ведьмак. И заслужил прекрасную награду. Ну-ну-ну. Мне седло там нужно, которое я не захотел покупать. Пачки опыта понятны. Кроны, спасибо. Кавалерийское седло. Ну-ну-ну. Скачки смельчаков выполнены. Ферсдаль. Ладно. Так, карта... Подожди, карта с заданием. Задание, задание. Дайте я задание поставлю. Нет, не это. Где мои эти делись? А, Ферлун теперь. Так это там я и был. С Келлиги, подождите. Высшая алхимия опять переместилась. Карта мира. Мне не карта мира. Мне нужен рюкзак мой. Что за сиденье? 60. Блин, мое все еще лучше. Кавалерийское седло. Ладно. Тут мы выиграли. Ну, как раз недалеко. Поехали. И палисад еще активировали. Медведь проснулся. Еще кто его разбудил. Проезжаем мимо. Что тут? Найти в лесу цветок в рассле, поиспользуя ведьмачье чутье. Сейчас найдем. Почти похож. Кто это рычит? Плотва ты? Прекратил. Это так страшно. На листьях еще есть пыльца. Кто-то сорвал цветок совсем недавно. Ага. И унес. А, очередной искатель Кураслепа. Очередной? Нет числа тем молодым друидам, которых Гремист послал в этот лес. Они выходят оттуда высушенными, с пустым взглядом, без цветка. И никогда не говорят, что с ними произошло. Я просил Гремиста, чтобы он отказался от этих испытаний. А он в ответ только смеется. Ну все, шутки кончились. Один из наших новичков, Рамунд, не возвращается. Я пришел сюда, чтобы найти его. Что ты знаешь про этот лес? Немного. Забавно, правда? Друиды должны знать в лесу каждое дерево. Каждый куст. Но даже мы понимаем, что в некоторые части острова лучше не заходить. Зверей укращать мы умеем. Но вот чудовища уже нет. А у одного из них тут, говорят, логово. Кто тут? Леший? Баюн? Не знаю. Я уже говорил. Те, что там были, никогда не говорят, с чем встретились. Ты ищешь друида, я цветок. Нам по пути. Если хочешь, идем дальше вместе. Почему бы нет? Помощь имелого следопыта мне не помешает. Иди вперед. Бег, надо идти. Такая оборваны все лепестки. Нет, не винокурня. Подожди, куда идти? Отыскать лесу пропавшего ученика и нарвать его расслепы. Что задание не то включилось, а? Вот это мне нужно. Винокурня, это понятно. Следы копыт. Но конечностей только две. Какой-то чертяка, небось, опять. Ладно, пойдем. С цветка оборваны все лепестки. Я знаю, куда идти, не боясь. Друид, пошли. Ну как вам? Дополнительное задание, по сути, да? И настолько... И три дополнительных подзадания. И настолько круто проработаны. Да, Ведьмак 3. Масштабная игруля. Смотрите, там какое-то чудовище. Я не могу понять, что это. На всякий случай прикроюсь. Кто это? Да, вовремя прикрылся. Руид... Друид, я его заморозил. Скотина! Ненадолго. Не бей панцирь, меч ломаешь. Ладно, бей. Во, нарвались. Друид, бей его. Нормально, ты серьезно? Ну бей его чем-нибудь, да? Не любишь серебра? Да, не любишь серебра, убили. Фух. А это что-то большое-то такое. Нормально. Так, мы что-то должны были найти. Просто отвлеклись немного с нашим другом. Блин, опять кто-то приперся. Подожди, тут что-то аж есть. Вот, тут что-то горит. А, это твой посад, долбаный, горит. Там волки сто штук. Че-то поперся туда, друид. Ну, у него тоже такой... Это нам не повезло, походу. Тут он хорошо дерется, не то, что с глава главной. Там, видать, малость... Малость испугался. Еще два справа. Че там уже? Атака, да? Уроды. Мне напарник нужен в этой игре. Там волк нам помог хорошо. Здесь друид. Неплохо. Так, цветы пошли дальше. Здесь тоже росли цветы. Мы их сорвали. Все до единого. Идем, 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 идем. Самого большого мы еще не нашли. Это так, мелочи. Какая-то развилка. Куда оно пошло-то? Топталось там что-то? О, пришли куда-то. Нет, нет. Перестань, умоляю. А, я думал, это наш друид кричит. Оставь его, проклятый суку. Рамонт, отойди от нее. Успокойтесь, со мной все в порядке. Я здесь сам. Ты не знаешь, что говоришь. Она тебя очаровала. Ерунда. Мне не нужно очаровывать этих ребят, чтобы они ко мне приходили. Я накладываю чары, чтобы они отсюда ушли. Только Рамонт был настолько мил, что я позволила ему остаться. Я не верю в твою ложь. И не дам себя обмануть твоими мерзкими прелестями. Я убью тебя прямо здесь. Я не вижу повода ее убивать. Она монстр, верно? Но разумный и совершенно безопасный. Не бывает безопасных чудовищ. Так же, как не бывает сухой воды или холодного дня. Да бывают. Да бывают. Не советую. Я сюда еще вернусь. С тем, кто носит меч не для украшения. Зачем ты меня спас? Если ждешь, что из благодарности я пойду с тобой в постель, тебя ждет разочарование. Я не делаю этого с ведьмаками. Почему? Мне не нравится, если от мужика смердит кровью. А от вас я всегда чувствую ее запах. Кровь бесов, чертей, моих братьев. Случается правда. Но в отличие от тебя, у бесов и чертей... Нет полных грудей и прекрасного лица? Знаю. Поэтому их так просто убивать? Все немного сложнее. Давай не будем об этом. Нет, значит нет, я понял. Просто поинтересовался. Короче, дай мне кураслеп, я пошел. Можете дальше щекотать друг друга. Ты можешь отблагодарить меня иначе. Я ищу цветок кураслеп, а ты знаешь этот лес, как свои пять пальцев. Может подскажешь, где его искать? Я тебя даже отведу. А ты, Рамунт, продолжай собирать пиалки. Только цветы индиго. Индиго? Это значит голубые? Нет. Индиго? Это значит индиго. Эх, мужчины. Балбес. Так, пошли. Только смотри там меня, не заведи куда-нибудь. Все тебе надо злить. Следы ног, некоторые свежие, другие едва видны. Подожди, подожди. Подожди, теряем ее, давай. Кураслепа сейчас не найдем. Недолго за ней еще бегать? О, начинается пещера. Там, наверное, монстр поболее будет, да? Ну, как вам под квест дополнительного квеста, а? Красиво, правда? Маня, тут спокойно. Колокольчики, фиалки, калужницы, кураслепы. Надо будет нарвать еще и дольвейцы. Не, нормально у нее тут. Хорошая атмосферка. Давай, короче, мне кураслеп, и я пошел. Один цветок, но не больше. Мне пришлось потрудиться, чтобы эта пещера хоть как-то выглядела. А где тут кураслеп у вас? Вот это, что ли? Все, благодарю. Теперь только винокурня осталась. Получено 64 опыта. Ну все, пока, спасибо за все. До свидания. Не убили милое создание, которое щекочет друидов. Лишать друидов радости-то не по-видмацки. Так, все, последнее осталось. Собственно, последнее осталось. Находится она тут. Какая-то винокурня. Платва, ты где? Как тут можно доехать туда? И друид фактически... Ой, я тут... Ой-ой-ой, я тут упал. Фактически готов играть с нами в карты. Козы какие-то. О, я в горах. И тут кто-то есть. Ладно, все, платва. Я сам дальше. Благодарю. Винокурня. Новая отметка. Мне сюда. И что тут? Используя ведьма чуть-чуть ее, чтобы найти инструкцию по изготовлению дистиллята. Там кто-то большой. Это тролль, судя по всему. Тоже легко не будет. Сыкло. Простите. Ага. Отлично. Давно нас не убивали ведьмаки. Че-то я увлекся. Я думал, я его заморожу, и он у меня будет податливый. Нифига. Ладно, зарежем его другими способами. Можно масло ливануть. Его долго искать. Циклопы. Это реликты. Волк, медведь, собака. Это бестии. Гибриды нет. Нет, не гибриды. Дракониды нет. Не дракониды. Духи стихий. Один, это вряд ли. Огр, скорее всего, тут циклоп должен быть. Да. Он не любит масло против огров, а также аксий и квен. Масло против огров. Так, еда. Бомба масла против огров. Зверей. Вампиров. Проклятых. Магических товарей. Реликтов, трупоедов, драконидов, гибридов, огров. Лучше на, между прочим. Все, поехали. Набьем морду. Он квен не любит, кстати. И аксий. Давай аксий ему сделаем. Могу ему все равно. А он аксий разве не любит? Че-то ему как-то ему все равно. Как попадал, так и попадает. Блин, да это чересчур. А Ардам, нельзя его лупануть? Я ему огнем больше убрал, чем чем-то другим. Нормально, только я не вижу. Да, огонь. Огонь лучше всего. Блин. Да как ты задом бьешь на меня? Зарезал я тебя, наконец-то, скотин. С циклопом разобрались. Теперь можно спокойно осмотреться. Разобрались, разобрались. Не вижу только ничего. А, вот здесь? Подожди. Нет, мне что-то другое надо. А это что за... А чего они здесь? Не знаю. Он что-то сломал. Рецепт мне нужен. Рецепт. Неплохо он тут устроился. Но это, правда, не его дом. Он сюда просто залез. Так, прочитать. Холера. Опять явилась эта скотина и не желает уходить, пока я не налил в тазик спирту до краев. Выхлебал все одним залпом и пошел. Недели не прошло, опять он. Я кидал камнями, чтобы его прогнать. Когда он бросил камень и славал мне три рыбра, и после выл и верещал до тех пор, пока я ему не налил. Посмотрел я расчетные книги, так этот гребаный дикарь выпил у меня еще половину запасов. Не дам ему больше ни капли, хоть бы там не знаю что. Все-таки надо послать за ведьмаком. Я пришел. Боюсь, что уже поздно, да? О, лучше у нас седло какое-то взял. Это, по-моему, простое седло. Нет, 65 это лучше, чем я выиграл, нашел. Чудесно. Еще чуть-чуть и седло найдем поинтереснее. Так, а тебя я обыскал, обыскал. Больше ничего тут нет. Вот спиртяку гнал кое-кто. А этот ему мешал. Ладно. Используя ведьмачье, найти винокурные инструкции по изготовлению... А, винокурные инструкции еще надо найти. А, я их не нашел. А я думал, этого дневника достаточно. Так, подожди, а где ж они еще... А, вот они. Вот и рецепты. Пергамент паблик. На текст читается. Ялфи. Даю тебе последний шанс. Или ты сделаешь все как следует, или конец твоему обучению и возвращению домой. Дальше инструкции. Перечитай два раза, чтоб наверняка дошло. Положи затор в испаритель. Раздели... Разведи огонь до испарить... Под испарителем. Охлади конденсатор. Сперва рычаг справа, потом рычаг слева. Не наоборот. Просто-просто. Вот и бери за работу, Дакфин. Не выбрасывай испорченного солода за винокурню, а только в ручей. А то еще не весь кто запах учует и сюда припрется. Да, кое-кто приперся. Найти немного солода. Да, я его уже, по-моему, нашел. Вот он тут. Только через верх нам. Тут кого-то убили. А, вот это он и есть, наверное, да? Это солод? Солод? Повезло. Здесь осталось немного солода. Так, использовать аппарат. Вот аппарат, вот это. Нет, аппарат. Аппарат вон там. Нет, так, конечно, надо положить куда-то, наверное, да? Не понял, как алкоголь сделать. Тут два рычага. А. Не понял. Огня не хватает, а огня не хватает твоим. Сюда, наверное, кладут солод. Ага. Ого. Положил. Такое еще не делал, ведьма готова. Теперь нужно прокипятить солод. Прокипятить сейчас сделаем. Горит? Нет. О, там загорелось. Наверное, хватит. Пора охлаждать. А дальше что? Все, выливаем. Вот так-то. Оказывается, я неплохой винокур. Взять. Келевский спирт. Так, сделай себе для этого. Эти штуковины. Все, вернуться к переместу. Сделай себе высший спирт, которого нам не хватает. И быть счастливым. Ладно, все, возвращаемся. А тут и ехать не надо. Тут, оказывается, у нас перемещение есть быстрое. Ну что, нормально. А что там вверху за собаки бегали? Не могу понять. Все надо посмотреть. Ты что такое? Алгуль. Тихо. До задницы им этот огонь. Так, их надо бить ардом, по-моему. Скажи, что умеешь. Тихо, шп, блин, долбаный. Одного убьем. У нас там еще куча. Давай, давай, Квен. Акси бесполезен. Ну, давай. Ой, не Акси, а Игнер. Двадцать третий высоковато, конечно. Что тут отталкивание? Еще тут автоисцеление? Можешь лечиться еще, скотина. Так, дай мне что-то с тебя выпало. Где эта тварь? А, вон она осталась. Платву доедает. Хорош. А что они тут делали? Какая-то башня. Просто бегали, да? Да нет, ящики есть. Кроколь. А, козу убили просто. Ха. Ясно. А, вот еще что-то. Рубашка. Что-то сгорело, короче. Несущественное. Ладно, мы быстрым перемещением будем отсюда уходить. Нужно было их не убивать. Ой, как ты скользишь. Классно, ведьмак. Только не выпадешь. Если выпадешь, зано будет подниматься. А, камень. Все, конечно. Вызвали непогоду. Уже и в горах идет снег. А что тут у нас, смотрите? Воу, все в знаках вопроса. Разваленные корчмы. Мы, кстати, здесь бывали. Помните? Там было... Я был перегружен, и поэтому не смог. Осмотреть. Ну, давайте сюда заедем. Что-то за три знака вопроса в одной точке. Прям интересно. А, понятно. Еще одну. Иду. Еще одну давайте. Еще одна прилетела. Ну и где она? Сирена. Сирена пихит. Проклятуще. Она еще одна летает. Так, а что у нас тут за знаки вопроса? Гнездо, да? Судя по всему. Логовый сирен. Надо бы от него избавиться. Понял. Одну нашли. Все, одна осталась. Это, это и сильно. Сюда иди. Получена опыта. Так, там еще сокровище какое-то спрятанное. Позже. Кое-же чудовище. Ну да. И захваченная гавань. Еще кого-то убить надо. Сейчас за это добьем. Морская рака она. Краснолюдский спирт. И тут что-то очень важное. Письмо какое-то. Фиаль. У меня для тебя злые вести. Король твоего отца затонул у южных берегов Артскеллиг. И говорят, никто не выжил. Нашли только несколько тел, которые море выбросило на берег. Были они уже такие посиневшие и вздутые, что Йовика его знает. Только по татуировке было. Я сделаю все, что могу, чтобы подготовить тело к похоронам. Но и ты готовься, что вид будет не самый красивый. Я знаю, что на том корабле было все ваше имущество. Так что, если тебе понадобятся деньги взаймы, не стыдись. А просто напиши. Твоего отца и меня связывали вы вузы крови. Я тебе никогда не откажу в помощи, Варленд. Следует задание. Еще из нас задание напоролись. Так, мы еще не очистили эту территорию. Тут что-то еще надо сделать. Так, этого мы нашли, труп. И кто-то еще нам мешает, да? И как эту гавань очистить? Не знаю. По идее, должен быть еще один враг. Но где он? А, вот он. Он где-то сидит внизу. А, в подвале. Ой. Не враг, а призраки. Гончилист на ведьмака Герда. Подожди, еще какой-то квест. Куда это я уже залез? Записка Карчмаря. Стальной меч Школы Медведя. Шикарно. Давайте по порядку. Сначала я выползну квест, который у меня появился. Вот потому что здесь еще два квеста. А этот квест далеко? Далеко. Далеко. Как он называется? Семейное состояние. Где вы искаете этот квест? Я просто сейчас затеряюсь в этих квестах. Их миллион просто. Задание. Семейное состояние. 13 уровень. Давайте, наверное, возьмем то, что есть. Как мы тут оказались? Не знаю. А тут ничего нет, интересно. Ладно, давай возьмем вот это. О настоящем объявляю всеми посюда, что ведьмак, именуемый Гердом, совершил преступление против княжской тиары, а именно оскорбение княжской достоинства, вооруженное сопротивление княжской стражи, сотрудничество с узурпатором и прочие проступки, несущие вред подданным княжской тиаре. Каждый представившийся ему убежище будет признан свой участником преступления. Обязанностью всякого подданного княжской тиары является оказание любой возможной помощи расследователям, которые прилагают все усилия, дабы схватить бандита. Сим за поимку Герда Ведьмака и выдачу его живым или мертвым объявляется награда в размере 300 лукоморских динаров. От имени ее светлости княжные Ольги Ланге Хаары, владычцы Лукоморья, Сизиренки Гелебола, Иероним Узар, Придворный Камис. Чуть такое. Даже не квест. Так, записки Качмаря. Было это уже под вечер, явился ведьмак грязный заросший, а разозлил от него хуже, чем от рыбаков с фарер. Просил он комнату и бадью с водой, чтобы освежиться немного. Сперва его пускать не хотел, потом, что в руке у него был окровавленный мешок, а потом оказалось, что он здесь у нас с Йоргеном железной рукой договорился о неизвестном деле. Друзья Йоргена, наши друзья. Сумерки уже давно настали, когда Йорген объявился, ведьмак ему мешок передал, и мы все узнали, что так воняло ужасно. Оказалось, внутри была башка сирены, какую Йорген велел убить, поскольку она в пещерах на северо-западе с пекирога на людей нападала. Вот эта радость настала, Йорген-то был рад, будто кашалота на удочку изловил. И всем сейчас же наливать начал. Ведьмак сперва пить не хотел, потом как собирался на стрыгу, что завелась в руинах крепости на северной оконечности острова, но в конце концов согласился, Йоргену ведь не отказывают. Вот выручка у меня в этот день была замечательная, ведь уже светать начало, а никто домой так и не пошел. Ведьмак Йоргеном напился и рассказами нас тешил, а потом мы в гвинт играть сели. Герт, этот вояка может быть первоклассный, а вот игрок из него никакой. Просадил он свою половину награды за сирену, другую раньше пропил, а потом, как отыграться захотел, еще и чертеж проиграл какого-то стального мяча. По мне так мусор этот чертеж, ну да хер с ним, я заклад принял неразборчиво. В общем появились новые метки школы медведя. Ну и пусть появляются. Все понятно, это мы просто чертеж школы медведя нашли. Так подожди, а как же нам зачистить эту гавань? Какой-то монстр еще есть, а где? Никто понять не может. Мы так это с вами... Опустевшее селение, не гавань, а селение. Как будто мы не убили какого-то монстра одного. Где-то либо летает, либо сидит, либо я не знаю где. Но сам факт, что селение не зачистилось. Да и рядом никого уже нет. Кто-то, видать, где-то боганулся в текстурах, раз его не видно. Ладно. Умирай, конечно. Поехали, квест выполним. Лодка есть, приплывем, может быть активируется что-то. Может монстр появится, но я не вижу. Кто-то остался. Кто-то не довышел. Надо в любом случае обратно возвращаться. Это здесь, возле корабля. И там куча сирен, да, как обычно. Да, одну я уже вижу. Да даже не одну, быстро с лодки. Так, одну шлёпнули. Или это труп, да труп. Всё, убили. Ладно. Найти сокровище на погибшем корабле. Мы пытаемся это сделать. Отлично. Не утонит только. Есть предпосылки где? Тихо, там уже сирены. Наверное, где-то в глубине. Ещё одна сирена выплыла. Опять сюда и пришли. Ну ладно. Ты лично занырнул. Прямо в лодку. Ну давай. Ну где-то тут. Вот это что? Понятно. Я думал, что-то поболее. Более серьёзное, существенное, нет? Поплыли обратно. Не выходит. Может и выйдет. Поплыли, поплыли, поплыли. Не обращай на неё внимания. Поплыли. Всё, домой давай. Домой, домой, домой. В гавани, может быть, там оживёт монстр, который... Отстань. Которого мы не нашли. Отстань, говорю. За нами летит, зараза. А пусть летит. Мы его там добьём, на берегу. Ты посмотри какой. А мы не туда плывём. Нам сюда. Плывёт до сих пор. Ой, летит. Как мы его тут убьём, и нам засчитается, да? Давай. Всё. Ну, не засчиталось. Прикиньте, сколько она за мной летела-то. Ну что, почему не засчитывается гавань-то? Мы же зачистили всё. Ну ладно. Что смог я сделать? Я даже вылезти не могу. Что-то совсем плохо. Да, я не могу даже выйти. О, залез. Молодец. Но монстров тут уже нет. Мы тут всё зачистили, кроме гавани, которая должна была зачистить... ...сама себя автоматически, когда мы всех убили. Но кто-то остался. И не хочет выходить. Оттуда у нас что-то лежит. Мутаген. А, это... Это этот мёртвый. Призрый дом. Теперь отсюда могу не выбраться. Нет, надо отсюда ноги делать. По добору-поздорову-то в текстурах останемся. Но это не зверь, я не знаю. Я не знаю, кто-то остался в живых, и гавань не засчитывается. Не хочу об этом думать. Потом, я думаю, появятся сирены, мы их заодно перебьём. Всё будет окей. То есть никто не... А, тут много чего интересного. Кузя молоко. Картофель. Ещё много-много всего. Я даже огонь развёл уже. Пожалуйста. Веринский меч. И он не берётся. Не знаю, какая-то где-то в текстуре зараза осталась. Ладно, потом вернёмся. Всё, вернёмся. Всё, давай к друиду сдавать квесты. Тут мы всё сделали. Кстати, было много знаков вопроса, но это вопрос сложный. На воде особенно не очень интересно их защищать. Где друид наш? А мы квест вообще сбросили? Сбросили, конечно. Мы его никогда не выполним. Дополнительное задание. Высшая алхимия, пожалуйста. Во, вот сюда. Ну как, он дополнительный квест с тремя подквестами. Ну и где? В этом подвале. Отлично, ведьмак. Помри мне ещё здесь. Вообще не разбился. Гремист. А, вот, пришёл, смотрите. Тот, кто обещал. Я сделал всё, о чём ты просил. Ты показал себя молодцом, парень. Ну что, Фритьев, начнём? Чем быстрее, тем лучше. У нас впереди тяжёлая ночь. В этом ритуале могут принять участие только члены внутреннего круга. А потому, дорогой мой ученик, тебе придётся подождать снаружи. И ни под каким видом не заглядывай внутрь. А с утра начнём обучение. Понятно. Ты скажешь, наконец, в чём дело с этим ритуалом? Да что ж ты такой, злой, боже. Скажу только, что это проблема крайне жгучая. Ну а теперь пришло двор. Понятно, зайти утром, да? Подождать до завтра. Великолепно. Всю жизнь об этом мечтал. Ладно. Ладно. Ну всё, тогда на этом мы закончим. Не буду ждать до завтра. Потому что тут у нас есть меч. Давайте его сразу заактивируем. Где-то он тут был. 15-го, родовой меч. Вот он. Вот мы его выполним. Следующая серия. Как раз туда-сюда обернёмся. Вот знаки вопроса посмотрим. И всё. И вернёмся. И будет у нас уже два друида готовых в стельку. И начнут нас обучать. Всё. Спасибо, что смотрели. С вами был Дмитрий. Канал Шедвель Игровые Миры. До новых серий. Ведьмаки. Третьим. Пока.